И люди. Новый сезон. Подробности на сайте russia.tv Игорь, где же ты? Почему я ничего не помню? Я тебе помогу вспомнить. Ангелина. Премьера. Сегодня в 21.00. Это «Вести Хабаровск» в студии Андрей Архипов. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Размытые дороги, затопленные подворья и дома. В крае ухудшается паводковая ситуация. В одном из районов уже введен режим ЧАЭС. Аналоговая ТВ в Хабаровском крае уходит в прошлое. Прямой репортаж из аппаратных, откуда все и происходит. Зрелищные шествия и бесплатный концерт ярким и шумным. Получилось поздравление с Днем города от участников фестиваля военных оркестров «Амурские волны». И возвращаемся к одной из главных тем дня. Три часа назад в Хабаровском крае начался процесс отключения аналоговых телеканалов. Старт этому историческому событию был дан в Центральной аппаратной Дальневосточного филиала РТРС. Там сейчас работает наш корреспондент Елена Парфенова. Елена, тебе слово. Да, Андрей, добрый день еще раз. Действительно, три часа назад мы вместе с вами в прямом эфире стали свидетелем старта кампании по отключению нашего региона от аналогового вещания. Я напомню, что цифра в наш регион пришла в 2009 году. И сейчас мы сможем уже сделать первые выводы, как проходит эта кампания. Сейчас в аппаратной Дальневосточного филиала РТРС нам главный инженер расскажет, как все и проходит. Спасибо, Елена. Процесс идет в штатном режиме. Этот штатный режим был прогнозируемый. Всего в Хабаровском крае подлежало к отключению 306 передатчиков. За эти неполные три часа на 208 аналоговых передатчиков проведена замена живых картинок на информационные заставки. Естественно, что в первые полчаса наиболее быстро это произошло в городах и в районных центрах Хабаровского края. А для проведения вот этой операции на удаленных населенных пунктов в настоящее время в пути находится 28 бригад наших специалистов, которые занимаются этим процессом. Елена. А на экранах, где раньше воспроизводились аналоговые программы, сейчас идет информационный ролик. Как долго его смогут увидеть зрители? Информационные ролики, которые можно сейчас видеть за моей спиной, будут находиться в эфире в режиме трансляции до 10 июня этого года. После 10 июня с экранов телевизоров пропадут и они. А что касается волонтерских бригад, которые помогают людям переходить с аналога на цифру? На текущий момент силами нашего филиала подготовлено 180 волонтеров. Я знаю, что эта работа ведется совместно и региональным правительством, правительством Хабаровского края в лице Министерства информационных технологий и связи. Общее количество этих волонтеров будет доведено до 300 человек. Буквально даже за эти три часа с момента начала отключения аналога, это абсолютно свежие данные, мы успели подготовить еще порядка пяти волонтеров в советской гавани. После обеда, буквально через час, в режиме вебинара, мы также будем продолжать подготовку волонтеров. А я напомню нашим зрителям, что все, кто хочет узнать нюансы отключения аналога, могут прочитать это на сайте смотрицифру.рф или задать свои вопросы по телефону горячей линии 8 800 100 42 12. Андрей? Спасибо, Елена. Итак, в Хабаровском крае отключается аналоговое вещание. Ну а прокомментировать, как проходит процесс перехода на цифру в 17.00. К нам в студию мы пригласили министра информационных технологий и связи Хабаровского края Кирилла Бермана. Не пропустите. Хабаровский край вновь бьет антирекорды по гибели людей от огня. Уголовное дело по факту смерти троих детей и женщины во время пожара в садоводческом обществе возбудили в краевом управлении Следственного комитета. Возгорание произошло рано утром в товариществе «Дальневосточник» в районе села Смирновка. В дачном домике находились 53-летний мужчина, его 48-летняя супруга и четверо их малолетних внуков. Мужчине и 9-летней девочке удалось покинуть место пожара. А вот женщины и трое детей в возрасте полутора, трех и семи лет погибли. Эксперт в лаборатории, испытатель на пожарной лаборатории.